Всем привет, дорогие друзья! Итак, сегодня распаковка. Любимый Василёк! Друзья мои, сегодня непростой заказ. Сегодня вы узнаете, в чём же домохозяйка из деревни будет встречать Новый Год. Итак, дорогие мои друзья, покажу, что же я этот раз заказала. Дело в том, что я заказала себе на Новый Год костюм. Но так как я домохозяйка и Новый Год собираюсь отмечать дома, это такой вот костюм, который должен быть одновременно удобный, комфортный и нарядный. Что же это такое, сегодня вы обязательно узнаете. Но сначала я хочу показать тот костюм, который я заказала для своей любимой сестрицы. Очень тоже красивый, тоже праздничный, нарядный. Вот просто супер какой-то вот на брючинах имеются лампасы. Причём, обратите внимание, они серебристые, выполненные из ткани, как будто бы махра. Как будто бы махра, но вот так прекрасно, замечательным образом смотрятся. На самом деле, они серебристые. Вот видите, даже на солнышке видно немножечко, как они сверкают. Опять же, этот костюм из очень хорошего качества трикотажа. Чёрный. И к нему имеется ещё и джемперочек. Сейчас тоже покажу. Вот такие вот брючки. Та-дам! И тоже всё блестит и сверкает. Я думаю, что домохозяйки вполне могут дома, в кругу своей семьи, чувствовать себя и красивыми, и удобно будет в таком костюме. Вот такой вот замечательный джемперочек. Этот костюм конкретно 54-го размера. Хоть он и для сестры, но я вам обязательно его примерю. Мне он очень понравился. Костюм стоит 1050 рублей. Ну и для себя. Кстати говоря, когда Светлана Маркелова про этот костюм говорил, что в компании Василёк появились новые интересные костюмы, я сначала подумала и написала даже ей в комментариях, что, скорее всего, он слишком маркий. Но если использовать его именно в том качестве, как я для себя это решила, именно как праздничный костюм, я в данном случае буду как новогодний, то он шикарно подойдёт. Итак, он светло-серый. Вот такие вот серебристые лампасики по бокам. Имеются карманы. Ну и заканчиваются брючины. Вот таким образом простые, без манжеты. Джимперок. Самое классное в этом, что много блеска, как я люблю. Вот такой вот чудесненький костюмчик. Обязательно будет в конце ролика примерка. Со стороны спинки вот так вот выглядит. Вставочка. Вот такой вот интересный, блестящий, сверкающий костюм. Хочу сказать на самом деле, вот насколько меняются вкусы. На старость лет потянул меня на блеск. Стоит этот костюм 1106 рублей. Трикотаж тоже хорошего очень качества. Для мужа заказала вот такую вот футболку. 100% хлопок. 52 размер. Например, горловина хорошо обработана. Резиночка. Вот такая вот замечательная футболочка. Он тоже все это обязательно примерит. Стоит эта футболка 322 рубля. Для работы решила купить себе тунику. Причем она довольно-таки широкая, объемная такая. Но это нужно конкретно мерить. Потому что так вот непонятно, что с собой она представляет. Рукав в итоге где-то будет 3 четверти. Но это, говорю, только примерка должна быть. Так вообще непонятно, что это такое, с чем ее едят. Вот такая вот. Она довольно-таки длинная. По низу проходит такая широкая манжета. Вставки блестят, переливаются. Не знаю, видно, не видно. Все, как я люблю. С блеском. Стоит туника 643 рубля. У меня поизносились брюки, которые я на работу ношу. Вот такие вот брюки. Также широкая резинка. Что хорошо, резинка пристрочена. То есть она не находится в свободном полете вот в этом пространстве для резинки. Она пристрочена. Это очень хорошо. Простые обычные брюки без манжеты. Стоят эти брюки 450 рублей. Все 100% хлопок. Для домашней носки заказала себе такую вот футболочку, также 52 размера. Черная очень удобно, комфортно. И белый рисунок освежает общий вид. Ну и этот раз для Вани заказала толстовочку и брючки. Причем взяла на вырост. Вот такая вот толстовочка с капюшоном. Рукавчик заканчивается манжетой. Модненькая, хорошенькая толстовочка. Обязательно он перед вами в ней попрыгает, побегает. И еще заказала для Ванечки штанишки. Мне они так понравились. Они такие интересные и необычные. С глазками. Как для динозаврика какого-то. Глазки смешной эротик и вот такая вот вставка. Я думаю, ему очень понравится. Но сейчас это все ему будет великовато. Теплые, хорошие такие штанцы. Все 100% хлопок. Бонита джинс. Для 7-летнего ребенка. Это 122 размер. Сделаны в Ташкенте эти штанцы. Толстовка для мальчика стоит 495 рублей. Штаны для мальчика стоят 396 рублей. Штаны для мальчика. Штаны для мальчика. Штаны для мальчика. Друзья мои, не знаю, мне кажется, туника эта она великовато мне немножечко или даже немножечко, как-то сомнительно. Туника эта для меня, все равно я ее буду носить, все равно буду одевать. Комфортно, очень комфортно, брюки, туника, ощущение комфортное, но внешне как-то туника не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока дорогие друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, всем пока-пока, до новых встреч и не забудьте нажать колокольчик.